Вернулись после долгих каникул. В Большой Алуште стартовал пятый международный конкурс детско-юношеского эстрадного творчества «Юность». В фестивале традиционно принимают участие не только талантливые ребята разных возрастов, но и заслуженные артисты советской эпохи, в том числе участники известного ВИА «Червонарута». Организаторы конкурса заручились и поддержкой нашего телеканала. На открытии побывала Эвелина Белошапка. Разделить одну сцену с настоящими гуру своего дела, а также продемонстрировать свои творческие способности – мечта любого талантливого ребенка. Вот уже в пятый раз эта площадка становится воплощением детской мечты. Международный конкурс эстрадного искусства «Юность» после трехлетних вынужденных каникул вернулся на круги своя. Я очень рад, что этот конкурс опять возобновился, потому что настолько было тоскливо вот эти годы. Я думаю, что мы найдем самых достойных. Из года в год перед членами жюри стоит задача не из легких – определить самых талантливых ребят из претендентов на главный приз. На этот раз поучаствовать в творческом соревновании заявились более 50 ребят, в том числе и дети из Украины и Белоруссии. Творчество дает возможность людей соединять. Конкурс международный. Наша задача – объединять всех детей мира. Приедут к нам из Европы, милости просим, приедут к нам из России, из Украины. Двери открыты. Дети должны дружить. Творческий конкурс продлится всего четыре дня. За это время ребята разного возраста продемонстрируют свои вокальные данные, а также покажут навыки игры на различных музыкальных инструментах. Главная цель этого мероприятия – поднять творческий потенциал юного подрастающего поколения, научить их грамотно исполнять поп, рок, джаз, музыку. Первый день фестиваля изначально был объявлен разгрузочным. Показали молодому поколению, на что способны и члены жюри, и народные артисты ансамбля «Червона рута», а также лауреаты прошлых фестивалей «Юность». Этот конкурс мне, знаете, многое дал. Во-первых, опыт, во-вторых, такие замечательные подарки. Я поработала с такими замечательными людьми и очень благодарна организаторам этого конкурса. Элина Сосновская приняла участие в этом фестивале еще в 2013 году. Тогда она удостоилась звания Гран-при. По сей день Элина вспоминает напутствие своих наставников, а также благодарит их за то, что когда-то открыли перед ней новые границы. Очень много интересных мы нашли молодых исполнителей, которые изоевали призовые места и на голос страны. И то есть очень, очень здесь именно получили свое начало. Очень много, очень хороших, много детей. Финал конкурса состоится 7 мая. Тогда справедливое жюри определит нескольких победителей в разных номинациях. С пустыми руками никто не уйдет. Памятные подарки получат все участники без исключений. Однако особый приз от генерального директора телерадиокомпании «Крым» получит лишь один. Какое именно, остается в секрете. Эвелина Белошапка, Александр Смычек, Александр Волконский. Время новостей. Большая Лужта.